Очень часто, когда мы копируем текст из интернета для того, чтобы использовать его при создании своих текстовых документов, выглядит он не лучшим образом. Потому что вместе с самим текстом, с веб-страницы, тащатся элементы разметки текста, которые делают его кривым, косым и вообще малопригодным для дальнейшей работы. Например, что мы видим здесь. Давайте включим непечатаемые знаки, чтобы лучше видеть всю картину. И здесь мы видим лишние паразитные пустые строки в виде отдельных абзацев, которых быть не должно. Мы видим ненужные пробелы в начале и в конце некоторых строк. Также знаки табуляции, например, как вот здесь в конце абзаца, а здесь в начале. Либо комбинацию табуляций и пробелов. А чуть выше, вот здесь, текст одного абзаца еще оказался разбит на отдельные строки путем простановки знака переноса строки. А вот здесь один абзац вообще поделен на четыре отдельных абзаца. С помощью соответствующего знака. Для того, чтобы привести этот искореженный текст к нормальному виду, пригодному для грамотного форматирования, можно, конечно, удалять все эти ненужные паразитические знаки, лишние строки и так далее вручную. Но я вам покажу несколько инструментов, которые позволяют сделать все это автоматически буквально в несколько кликов мыши. Они есть в программе, которая называется Notepad++. Notepad++ это такой продвинутый блокнот для работы с текстами, который широко известен в среде людей, активно работающих с текстовыми данными, таких как программисты, копирайтеры и так далее. Я дам рядом с видео ссылку на официальный сайт этой программы, но процесс ее установки я показывать не буду. Там все очень просто, а сразу перейдем к использованию функций, о которых я сказал. Для этого давайте скопируем текст из Word сюда, в наш Notepad++. И здесь также есть кнопочка отображения не печатаемых знаков. Вот она сейчас включена и видно, где имеются какие лишние символы, которые портят представление этого текста. Вот здесь знаки, которые разбивают абзац на строке. Здесь лишние табуляции в начале. Здесь в конце. Так, и вот пробелы. Что ж, для того, чтобы от всего этого избавиться, зайдем в меню правка и первым делом выберем в строке операции с пробелами пункт убрать начальные и замыкающие пробелы. После этого вы сразу можете видеть, что исчезли все пробелы и табуляции, которые были в начале и в конце строк. Их не стало. А вторым шагом мы склеим вот эти разорванные на отдельные строки абзацы. Для этого выделим весь текст, который должен быть одним абзацем. И зайдем в меню правка, теперь уже в пункт операции со строками. И здесь выберем команду объединить строки. Мы видим, что у нас строчки склеились в один абзац. То же самое сделаем со вторым порванным абзацем. Там этой команде, насколько я видел, назначена комбинация горячих клавиш Ctrl-J. Давайте ей тоже воспользуемся. Это быстрее и проще. Так, отлично, абзацы у нас склеились. И теперь третьим последним действием нам осталось избавиться от лишних пустых строк между абзацами. Заходим опять в меню правка. Операции со строками. И выбираем пункт удалить пустые строки. Теперь весь документ у нас плотненько. Все абзацы расположены друг за другом, без всяких разрывов. Снова все выделяем, копируем. Этот старый текст в Word удаляем. И вставляем то, что у нас получилось. Отлично выглядящий, причесанный текст, с которым приятно дальше работать. Продолжение следует... Продолжение следует...